Ну да, действительно, начали говорить о смене региональных элит. После Валдайского форума несколько оппозиционных политиков вернулись в возбуждение о том, что они получили некое добро на участие в выборах губернаторов. Надо сказать, что есть шаги вынужденные. В ближайшее время на регионах будет очень экономически тяжелая ситуация. И для того, чтобы не нести полную ответственность за это, а сегодня что бы ни происходило, где бы ни происходило в стране, виновата федеральная власть, виноват Путин. Они хотят, чтобы более харизматичные политики становились во главе регионов и таким образом брали на себя часть ответственности, часть негатива за то, что будет происходить в ближайшее время. Но вообще, если говорить о кадровой политике, удивительная ситуация. Значит, у нас в течение долгих лет, и речь идет не о Путине, а речь идет о столетиях, вся кадровая политика была — это собрать из региона все лучшее и поселить в Москве. Единственный момент, точнее два таких было, это были пятитысячники ленинские и народовольцы, то есть которые сознательно уходили из Москвы для того, чтобы заниматься просвещением. Но у нас продолжается. У нас что такое там «Золотая тысяча президента» — программа Медведева, которая была? Это попытка отобрать более-менее интересных, более-менее активных людей и перевести их из регионов в Москву. Поэтому, да, нужна специальная осмысленная политика по тому, чтобы не обеднялась, а наоборот обогащалась региональная политика. И речь идет не только о неких послаблениях, которые сегодня делаются, речь идет о сознательных усилиях, специальных создания дополнительных мотивов для того, чтобы люди захотели из Москвы поехать в Киров, в Красноярск, в Тамбов.